Встречать гостей Надьяка Малдиновна Едыгарова привыкла при полном параде. Особенно, когда разговоры о войне заходят, и каждая медаль напоминает о страшных событиях. Эти воспоминания всегда полны смешанных чувств. Война – это отдельная жизнь. С горечью поражения, радостью победы, с потерями и новыми открытиями. Летом 41-го в жизни выпускницы педагогического училища поменялось все. Вместо учеников – тетради и книг, военная форма, солдаты и новая специальность – шофер. По праздникам только, а так не одеваю. По праздникам одеваю всегда. Тяжелые награды все? Тяжелые? Конечно, видите, тут, наверное, килограмм два. Хрупкая, невысокого роста, ей приходилось перевозить боеприпасы на трехтонной машине. Однажды у автомобиля отказали тормоза. Спускалась с горы через мост и вместе с ним попала в воду. Как очутилась в госпитале, не помнит. Получилось сильное сотрясение и переломы. В строй вернулась спустя несколько месяцев и снова на новый автомобиль – американский студибекер. Получила шоферское удостоверение и определили первую воздушную армию, 644-й автобат, обслуживать аэродром. Во время очень сильные шли бои под Самоленско. Вообще, всех мужчин, шоферами, которые у нас были, их отправили на передовую. Меня закрепили полуторку, воду-массозаправщик, бензинозаправщик и стартер. Я каких-нибудь час, бывало, сплю. Тут же вызывают там по ропору. Кричат, значит, бензинозаправщик под к тому-то самолёту. Я еду туда, заправляю. Там кричат, стартер, надо заводить самолёт. Вот, стартером я заводила. Возила не только боеприпасы. Однажды, выгрузив снаряды на передовой, возвращалась за новой партией и увидела двух раненых солдат. Сама не понимает, как ей в одиночку удалось загрузить их в машину и доставить в госпиталь. После войны один из бойцов разыскал свою спасительницу и позвал замуж. Победу встретила в Кенигсберге. Стояла часовым возле своего автомобиля и услышала по радио о капитуляции. С этой новостью побежала в казарму к командиру. Вы знаете, руль вот так вот, выше моей головы. А ноги кое-как. Я, бывало, привяжу деревяшку и на акселератор. Всё нормально. И там спала, там и жила. Даже подразделение, бывало, не подъеду. Как только они начинают там, я и еду. Сменив форму на домашний халат и сама приглашает гостей к столу, будто снова переживая ту радость победы. То, чего так не хватало во время войны, сейчас в достатке. За чашкой чая вспоминает, как на фронте мечтала только об одном. Говорит, сейчас я позвоню. Звонит, значит, там такой. Говорит, заходи. Война окончилась. Я на него бросилась вот так. Он меня целует. Я его целую. Вот такая была радость. А утром столы там. Армейский паёк. 20 грамм. Ну и сидели. Тут стрельба, тут и шон, тут и поют, тут и кричат. На вопрос, о чём мечтает сейчас, не задумываясь, отвечает, чтобы не повторилась война. Ну и здоровье, чтобы не подводила. 70-летний юбилей победы позади, а впереди новый, 75-й. Мечтала наесться, понимаете, накушаться как следует. Когда я ехала с фронта, что там, там тоже вот таких вот два кусочка дают на завтрак. Уже не знаю, покушала, не знаю, нет.